Хочу, чтобы у нас с вами такое было, знаете, как и свидетельство, и в то же время, чтобы все участвовали. И вот я задаю первый вопрос вам. Кто пришел с мира? Поднимите руку. Есть такие? Значит, один человек меня прекрасно понимает, что такое быть в мире. И вот я хочу первое мое такое обращение к деткам рассказать, детям, а потом уже постарше. Значит, когда я была совсем маленькая, вот нам какая-то девочка, может, чуть побольше. Моя бабушка была православная, но знаете, какая православная? Она ходила просто, ну как, в православную церковь, а потом церкви закрыли, и она уже никуда не ходила. И когда я росла в деревне на севере, Архангельская область, и бабушка мне просто говорила, что есть Бог на небе, что мы здесь на земле в гостях, и придет время, мы все уйдем на небо. Я думала, размышляла, когда была маленькая, по-детски. Проходит время. И забегу наперед немножко. Когда я стала читать Слово Божье, в Слове Божьем написано, да? Бог один раз учится, если человек не поймет, второй раз вразумляет через сновидение, и третий раз ложит куда? На постель. Точно так все и прошло. И вот я сегодня смотрю, как брат начинал служение, второй брат проповедовал, и я смотрю, мое свидетельство, они почти все рассказали. То есть, вот так Дух Святой повел. Я не думаю вам свидетельствовать, нет. Я пришла просто прославить Господа. Но Дух Святой побудил мое сердце рассказать свидетельство. Значит, обращаю, опять я с детства вам говорю. И вот это проходит время. Я уже выхожу замуж. Конечно, Бога я не знаю. И когда мы с мужем поженились, переехали в Архангель, в центральный городок областной. И что вы думаете? Пошли на квартиру, а на квартире там бабушка, и тоже бабушка, и тоже на деканинство православной церкви, она нам дает Библию на славянском языке. Ни на русском, ни на украинском, которого мы вообще не знали тоже, на славянском, вообще не знаем. Мы посмотрели эту Библию, закрыли и говорим, ничего не понимаем. Это первый раз. Детки запомнили, да? Когда мне Бог говорил? Через кого? Через бабушку, да, старенькую. Второй раз, уже через Библию, но на славянском языке. Мне уже было 18 лет тогда. Проходит время. В 33 года Господь ложит меня на кровать. И я лежу на кровати, больная, прикована к постели. Но Господь буквально за месяца три Он стучался ко мое сердце. Моя соседка, моя подруга бывшая, я была парторгом, но знаете что-то, старшие люди знают, что такое, кто такие, да, командиры. И она меня, меня тогда уже переизбрали, конечно, я уже работала мастером, и она тоже мастером, моя подруга работала. И тут она уверовала в живого Бога. И она мне рассказывает за живого Бога, приглашает меня на служение. А я говорю, придумала, в какую-то секту пошла, непонятно что такое. Перестала краситься, такая, какая-то в косынку ходит, в косынке ходит, на какие-то собрания ходит. Я ее не послушалась. И пришло время, я заболела. Но Господь меня еще вразумлял с наведениями, Он мне показывал. И я вступила заодно, там, я там долго не буду рассказывать, потому что программа большая. В результате всего, что я заболела сильно. И вот, когда я заболела сильно, она пришла ко мне и говорит, я не хотела к тебе идти, но вот Господь мне побуждал к тебе прийти. Но в это время Дух Святой работал над моим сердцем. Она-то мне рассказала немножко, но Дух Святой работал над моим сердцем. И вот, детки, я к вам обращаюсь. Вы блаженные, что вы родились в христианских семьях. У меня от родителей не было в христианской, не были рождены в христианской семье. Это мой Алексей, он был на кемпе у вас, мой старший сын, дочка моя здесь со мной сидит, и сын Шурик. Они не были в христианской семье. Они были в христианской семье, там, где не знали Бога. И потом Господь дал еще трое детей. То я вам говорю, что вы блаженные, что у вас есть мама и папа, которые ходят в Естине, которые молятся за вас. Ваши бабушки и дедушки за меня не молились. За меня никто не молился. Я просто бабушка рассказывала немножко. Мама и папа вообще ничего не говорили. Папа вообще был даже противник иконам. Потому что там у бабушки какая-то икона была, он все выбрасывал. Немножко отвлеклась, извините. И когда ко мне пришла моя подруга Катя, она стала мне сказать, это было 27 лет назад, детки, в июле месяце. Вот мне исполнилось недавно 60 лет. Слава Богу. Вот милость Божья, что я стою здесь. И мой муж здесь сидит, и мой сын младший сидит, который не должен был родиться. Но милость Божья была тоже сама над ним. И да, только Богу слава. И когда я болела, она пришла ко мне и сказала, я была не просто болела, не просто грипп, а я была скорченная. Я лежала просто на боку. Моя рука не могла дотянуться до моего рта. Я не могла выпить воды. Если мне кто-то не придет и не дадут мне воды, значит я лежала, в горле пересохнула, я лежала. Я не такая была плотненькая, я была уже худенькая. Потому что я ничего не могла кушать. Моя нога была скорченная, то есть вот так вот. Одна и вторая я в ногу не могла выпрямить. Муж уходил на работу, а детей я Алешу и Олю отправила до мамы. На север. И у меня остался со мной только один сын, Саша, которому было 5 лет. Я лежала месяц. Я лежала месяц. Конечно, старалась вообще, не могла попить сама руку, протянуть не могла до стакана. У меня поелись ложечки. Меня муж возил до врачей, до профессоров. Они ничего не могли сказать. И последний раз, когда они меня привезли, муж когда меня привез к профессору, на заболотную, он мне сказал, вернее мужу, зачем ты ее ко мне привез? Ты хочешь, чтобы она умерла, у меня умерла в кабинете? Забирай ее, я не знаю, что с ней делать. Тогда только кооперативы, старшие люди знают, тогда только кооперативы начали открываться. Естественно, для него это было, утрата была, если бы я умерла у него в кабинете. И он привез меня на руках, на машине на руках, занес на третий этаж, положил и сказал, я не знаю, что с тобой. И как вы думаете, что это за болезнь у меня была, дети? Это моя, эта болезнь была, одержимость. Я сказала Богу, когда Бог меня освободил, исцелил, я сказала, Господи, где бы я ни была, я буду свидетельствовать о Твоей милости. И почему сегодня брат сказал, воздай обеты Господу Свои. Когда Бог меня исцелил, когда я пришла в служение, мне не было легко сидеть в собрании. Возвращаюсь немножко назад. Когда она ко мне подошла, моя подруга Катя, прежде чем она ко мне хотела идти, Бог ей сказал, иди, говори Тамаре, свидетельствуй обо моей милости. Она говорит, я не пойду к ней. Она смеется с меня. Я хочу здесь подчеркнуть, насколько важно слышать голос Божий. И когда она жила на пятом этаже, когда она спускалась, постояла с пятого на третий, с пятого на первый, на второй, а Дух Святой говорит, иди и говори. Она молчит. Она говорит, я не пойду. И когда она преклонила колени, Дух Святой ей проговорил, если сейчас ты не пойдешь и не расскажешь ей о милости моей, я взащу кровь ее с тебя. Есть такое местописание, да? И что вы думаете? Она пришла и рассказала мне. Но в тот момент, когда она боролась с Богом, дьявол приступил ко мне. Он приступил в сильной силе. И он меня, я вам говорила, что я лежала, да? А это он меня просто поднял с кровати. Я даже не знаю, как я до сих пор не понимаю, как я пошла. И я пошла, я хотела жить, закончить самоубийство. И когда, хотя я лежала, как я говорила, я лежала, но в тот момент, дьявол меня просто поднял и я пошла. И когда я сказала, я не хочу жизни такой, я устала такой жизни, это болеть прикованных постель, это очень тяжело. Я уже месяц лежала. И когда я услышала прикосновение к Духу Святому, я тогда не понимала, что Бог Само еще так говорит. И Он сказал, ты уйдешь из жизни, а что дальше? Что с детьми будет с твоими? А я всех детей отдаю. Одной сестре она уже в вечности покаялась, другую, второй сестре, Олечку, та тоже уже ушла в вечность. А Шурик у меня был самый болезненный ребенок. И Господь говорит, вот этот маленький ребенок болезненный, кому он нужен будет? А я сказала, кто-то возьмет. И Дух Святой знает, как нам говорить. И говорит, а будут его подпины, то есть, так вот, как недовольного ребеночка, больного ребенка, куда ты его? Только мама может так больного ребенка понести. И вот я тогда сказала, Господи, исцели меня. Если ты на самом деле есть, как бабушка моя говорила, почему я больная лежу? Я не хочу болеть. И Дух Святой меня снова, а то я так понимаю, что только Дух Святой мне помог подойти до кровати, и я снова лежала. Я снова лежала. Но пришла Катя. Рассказал мне все за Господа. Я с ней очень долго спорилась. Я говорила, что это неправда. И там, и то зло, и там зло, и там зло. Где Бог? Почему он, почему он не выходит навстречу к людям? И вот, она мне это все ответила. Я читала Библию, и Слово Божие действительно на живое и действенное. Когда я взяла Евангрию, и там написано, сначала не понимала, что там написано, а потом Дух Святой мне открыла, от Матфея написано, Господи, это важные слова, они открыли мне разум. Господи, не Твоим ли именем мы бесов изгоняли, не Твоим ли именем мы чудеса творили, да? А что Господь скажет? Я никогда не знал вас. Вот эти стишки, они вот, мне уже 27 лет прошло, как я уверила в Бога, они мне, как паутиночку сняли с моего разума. Я начала понимать Слово Божие. И тогда я поняла, что такое Кашпировский, тот, который заговоры делал, что такое волшебники, то, что такое шептуны. Я все это поняла сразу, мне как бы сняла вот эта паутинка, я понимаю Писание. Я стала горько плакать, я очень горько плакала. Вечером, я немножко закрещаю, вечером пришла ко мне подружка и сказала, я иду в служение, в пятницу на собрание, там у нас на булочную. Хочешь, мы за тебя помолимся? А Дух Святой уже сделал мое сердце мягким. Оно уже не было ожесточенное. Оно было уже такое мягкое сердце, что я уже понимала, что это Бог живой, который может со мной поговорить. И, знаете, в 9.15, в 9.15 вечера, когда я лежала прикована к постели, когда я не могла вытянуть руку, не могла вытянуть ногу, вдруг Дух Святой по молитве народа Божьего пришел ко мне, прикоснулся к моей спине. Он буквально мне, в дальнейшем уже было показано видение, что дьявол ковал меня полностью, как бы такой, проволокой металлической, и Господь пришел и развязал мне своими ножницами, своей силой. И моя рука, и моя нога, они выпрямились. Мне так было радостно. А самое главное, я плакала, я рыдала. Мне так было, как это, как дитё, маленькое плачет, а мама его жалеет. Детки, вы меня понимаете, да? И вот тогда Дух Святой, он коснулся. Но враг не спал. Я-то покаялась, я каялась дома. Ну, теперь, ты уже поправишь, ты уже можешь ходить. Идём в служение. А я сказала Богу, что я буду служить тебе, если ты меня исцелишь. А враг говорит, нет, не ходи. И когда я пришла в служение, вы знаете, мне было нелегко в том собрании. А собрание было меньше, чем ваше. Представляете, было меньше, чем ваше. Но там горел Дух Святой. Там единство Духа было. И когда я пришла в то служение, они молятся, а мне плохо. Они поют, а я плачу. 70-й Псалом был. Знаете, да? И вовсе, наверное. Как овечка пастор, сильный ты веди меня вперёд. Я рыдаю, плачу, молятся мне плохо. И потом уже братья опытные, они узнали, что я одержимая, стали молиться. То я, почему я обращаюсь к детям, потому что у меня внуков уже 18, то я знаю, и деток немножко, и тем более, 8 лет учила в русской школе, у нас при церкви, и в другой церкви учила детей русском языку. Поэтому я знаю, что, как деткам говорить, слава Богу, то вот эта музыка, миска, эти танцы, и все эти фильмы, они к добру не приводят. И может быть, действительно враг войти в человека, как и я была одержима. Это не сказки. Когда я свидетельствовал на заводе у себя, где я работала парторгом, и потом меня перезабрали. Да, с работы мне сняли, но это очень долго буду говорить. То я хочу сказать, что они просто не верили. Как это, может быть, было таким, а стало таким. И так я, так Дух Святой давал свидетельствовать, что люди каялись. Кто-то каялся, кто-то насмехался, а потом говорят, нет, с тобой лучше не связываться, потому что с тобой Бог. Я очень благодарю Бога за все эти милости. Это слава Богу. И так я стала ходить в служение. Да, Бог меня освободил. Он меня в течение месяца Он меня освободил. К вам сюда приезжал брат Гриша. Уминский его называют. Я с ним, кстати, здесь у вас два раза встречалась, именно в вашем штате. То я благодарю Господа. Даже это Бог всматривал все. После некоторых... Так я уверовала в Бога, я стала служить Богу. И слава Богу, что Бог мне дальше ведет. Много трудностей. Большие камни хорошо ушли, а вот маленькие, непрощение, обида где-то, да, горе, где-то раздражение, недовольствие. Оно еще есть я. И Бог помогает мне от этого тоже освобождаться. Это моего характера. Знаете, когда уже столько лет проработала, лет шесть, я проработала порторгом, то у меня много там чего плохого накопилось, а его надо все убрать. Бог дает мне такие обстоятельства. слава Богу. Потом через шесть, через месяц или два пришел мой сын, Богу Алексей Петров, он был у вас на кемпе. Потом пришла моя дочка, тоже слава Богу, милость Божья была явлена. То через шесть лет пришел мой муж к Богу, покаялся пьяный, тоже свидетельство большое, хотя, но, знаете, когда мне рассказали, что пьяные пошли в водное крещение принимать, я не поверила. Но Дух Святой буквально так хорошо сделал, что буквально через, наверное, через полгода пришел мой муж, пьяный на собрании, вот так, и покаялся. Представляете? И вот слава Богу, что Господь его освободил и от пьянки, и от курева. Сразу же. Вышел в собрание пьяный, зашел в собрание пьяный, вышел трезвый, сигареты все выбросил, пьянку оставил, милость Божья. Слава Богу.